привет мои хорошие начинаю новый влог и вам кое-что покажу сижу релакс тепло хорошо ну утром всегда свежим а что я вам покажу вчера вечером хожу на улицу смотрю на свои орхидеи я вечером вышла что посмотреть как они тут себя чувствует что я увидела часть я увидела я тут уже и подхожу и уже аж ноги трусятся сильно ну что смотрите вот от змеи шкура змеиная шкура пока ее там смотрела ой господи отойти надо вот видите у нас там щели и оттуда вы вылазит маленькая змея боже мой вот так вот знаете колени трусятся но она как-то так быстренько и обратно залезла я не знаю нету ли фундаменте нигде дырки чтобы в дом не проникла ну я знаю какая-то змея это не ядовитая это уж это такая же змея которая у нас на террасе была но мы ее тогда то ли убили то ли не убили но мы ее выкинули на улицу из террасы ну убивать не хочется это тоже живое существо ну не хочется чтобы она тут у нас было это же к этой школе змейной страшно прикасаться какой ужас змея змея девочки ну уж уж не змея не ядовитая ну кто ж его знает ядовитая или нет это моя гординя она не совсем хорошо себя чувствует что-то какие-то заболевания на ней есть но она будет цвести вот выпускает такие бутончики смотрите видите бутончики какая на запах нереальный такой классный запах будет цветет только весной все больше не цветет только весной с прошлого фото старое осталось хорошо нам подстригли сегодня кусты я думала вот 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 они только сегодня подстригли проверочка проверочка так еще не пришли нам по поводу воды траву покосили все время чтобы они этот цветок не трогали он и так что-то себя нехорошо чувствует чтобы его не покосили спать и смотрим на вот этот цветочек который обратно растет я думала он у нас пропал но он растет появился джеймс говорит заяц ага а этот цветок я манит зайцев заяц всегда его есть надо как-то спрятать этот цветочек хорошо покосили травку нам и пусты тоже тоже покосили у нас вот тоже это гордине какой-то вид ну видите что-то с ней нету пропадает хорошо как красиво подстригли как забор у нас тут я думала и подстригут мои ирисы ну молодцы ну как можно обрезать цветы проверочка проверка я девочки не кормлю птица в речке потому что так я могу привлечь аллигатора запрещено кормить птиц как разрастается авокадо ну что мне надо его наверно потом пересаживать потому что большое дерево будет и это олеандра или азалия или как там идет красиво сейчас цветет тоже думала что ее постригут ось за все переживая да у нас вот там вот было прошлом году змея точь-точь такая же она кажется или называется крысиная ну это уж но яркая окраска как у ядовитой это тоже у нас видите вот они как подстригли сильно этот куст так что он особо и не цветет немножечко только немножко сильно обстригли а старый шланг он мне сюда передвинут моя любимая шланга на мягкая а там купил какую-то вот твердую и длинную этот цветочек ну джеймс выставил он болеет и мы думаем то ли его вообще выкинуть тут кое-что по обрезали то ли оставить смотрим что с ним сделать как это вот плесень что это за заболевание это вот плесень страшная я бы тут камни положила со временем что-то дальше и дальше вот здесь видите вот поливалка поливает слишком много наверно плевать тут какое-то такое место не то не сё здесь немножко травки там дальше моей соседки территория от у нее красивый там цветочек цветет хибискус красненькие эти две пальмочки это тоже соседки на она посадила но мне нравятся джеймс говорит какие-то они немножко подсыхают такие ветки желтые ну и наша не лучше это все после урагана который у нас и он был ураган сильный тут слава богу что не все пропало это не поломала все помните я покупала эти пальмочки не все маленькие были такие хорошенькие совсем тоненькие смотрите за не знаю два с половиной года за три года они уже большие выросли все просто выросло сразу речка вонючка это канал говорят это просто вырыли канал давно специально здесь когда-то были поля сельскохозяйственные теперь флорида расстраивают устроиться застройки много поля сельскохозяйственные становится очень далеко все отключаюсь вчера был день кукольника ну вы знаете я большой и коллекционер и сама делаю куклы но это не про это сегодня так у нас что-то с интернетом джеймс что-то делал теперь нужно ему на почту вернуть все и наша люстра думала сначала стеклянная оказывается хрустальная ну и в конце концов я не знаю какая она хрустальная или стеклянная ну прихожу чемодан раз разбираю как только приехала валяется думаю ой моя сережка валяется подымаю ну я уже бабуля мне простительно сережка думаю моя чё она валяется а не тут табелла это запчасть из люстры это что можно делать чтобы вот эти шарики попадали караул но это он когда постели застил застилал слишком сильно махал одеялом ну шарик один отпал я все по находила думала разбилась скандал у нас был какой настоящий шкандал поругались конечно же ну помирились ну факт что ну вот оставляй мужа сыном одного и интернет и и вода что-то там пробила и люстра валяется мама не было пять дней но все починила хорошо что не побилась джордж и хюня джеймс пошел ветеринарную клинику он вчера с ним был у нашего кота оказывается сахарный диабет и у джеймса у него ветеринар какие-то лекарства ему будет давать мы подмешивать продукты такие дела сказали если не помогут таблетки на инсулин посадят не знаю инсулин колоть каждый день джеймс тоже колит уйти сейчас вам покажу что джеймс колец джеймс такой себе делают укол раз в неделю трилы свете как-то колит он сам себе в живот колит там была иголочка иголочка инсулиновая тоже ему доктор сказал так если это не будет помогать тогда тоже переводим тебя на инсулин джеймс был на инсулине какое-то время потом он за себя взялся занимался спортом ходил много но как-то сейчас он как бы бывает на диете кушает на как интервальное голодание он завтракает только в двенадцать или в два часа последний ну кушает он на всем часов или в шесть часов уже так у меня завтра в десять не выдерживаю до двенадцати но бывает и с ним кушать и он похудал но сахар в крови не падает надо все таки спортом заниматься такие дела не хочется чтоб и показатели у джеймса были хорошие и его убрали из инсулина кстати редко кого убирают с инсулина наоборот хотят посадить на инсулин слушаю проповеди всегда это мой мотиватор чтоб не успокоилась я убираю свою мастерскую там уже кошмар что творится сейчас я покажу интересное видео столько привезла покупок по своему бизнесу огромная закупка по нашему бизнесу с кристиной и полностью видео вы можете посмотреть на нашем творческом канале все мои хорошие отключаюсь продукты пришли магазин walmart джеймс там сидит на улице сейчас быстренько вам сниму и покажу это закупочка была сделана через интернет вот поэтому не делаю отдельным видео магазин walmart 240 долларов это даже неплохо знаете такое мы обычно покупаем по объему в пабликсе на 300 долларов все-таки выгоднее покупать волмарте какие-то сардели непонятные это мы одно заказываем а того не было они положили совсем другое ну ладно такие сардели цен не знаю мои хорошие здесь где есть ценник вам буду говорить это 798 сделаю отбивные говяжий надеюсь недельку нам хватит этих продуктов это фарш 2 2 упаковки 284 печенка помидорчики фитопред 2 лобка помидоров нам дали че-то 2 упаковки ну мы за них заплатили джеймс заказывает продукты масло сливочные сметана яблоки сливки ананас молоко 2 галлона обычного и 1 галлон это 3 литра там шоколадная поптарка но печенье томатный соус какой-то здесь побитый томатный соус пришел огурчики вроде бы неплохие печенье овсяные какая-то вермишель не понял вермишель фасоль не знаю так green beans и кукуруза и также пакетах она есть и там спрайт и доктор папа лимонаду это коржики бискет и быстрого приготовления вермишель там картошка все это неправильная еда сыр да это салат айсберг булочки клубничка чудо она не выглядит хорошо какая-то такая замученная это йогурт мороженое и это какое-то мороженое еще ни разу не пробовала мы посмотрим мы заказывали один вид а пришел другой сосиски мясо такое покупаем потом делаем так а очень вкусно часто готовим так легко и быстро просто яйца яйца где-то может 6 долларов не могу сказать цена всегда туда-сюда поверку вниз пирог вкуснятина неполезная я уже сама как пирог ну что делать все хочется кокосовый с литками конфеты бананы а это тебе диннер как дженс говорит замороженные ужины это одна порция одного человека он заказал три настроя среди индейка все готово размораживаем но в духовку кладем и все готово тут орешки разные вермишель с сыром и такая вот вермишель тоже интересная это как салат вермишель вы но мне нравится первое время как-то не понимала а сейчас нравится туда еще добавляется оливковое масло можно еще знаете сухие помидоры ну кто как любит вкусно все двести сорок долларов вроде бы так вот это у нас будет на неделю думаю что хватит у нас раннее утро вышла на террасу всегда смотрю как тут погода богдану в чем выходить вот недавно даже было сыра прохладненько так кофту ему давала смотрите он две уточки какая-то не знаю цапля не цапля большая птица замерла и стоит крылья раскрыла и стоит очень странно ничего не пойму что что за поза любуюсь этими цветами так как два года они стояли и не цвели а тут хопа и подарок такой мне сделали я думаю один цветочек а тот оказывается даже не один а будет трое цветов радость каждому цветку радуюсь а этот куст ничего нет просмотрела я даже не ожидала думала одни листья будут ну и оказывается вот один цветочек зацвела радует этот нет пустой пустой буду с вами мои хорошие прощаться пока пока ставьте пожалуйста лайки подписывайтесь на мой канал так птица с крыльями стоит все отключаюсь